Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзогет поступил вопрос. Где граница между чудом и магией? В принципе, магия тоже может являть некоторые чудеса, если мы под чудом возьмем некоторые явления, которые либо такое случайное стечение обстоятельств невероятное, либо даже нарушение каких-то физических законов, Богом установленных, когда духовная природа мира проявляется, несмотря на эти физические законы, и либо эти физические законы даже через них переступают, либо их подчиняют, и они так совпадают, что удивительным образом что-то происходит, хотя вроде ничего сверхъестественного не произошло. Магия как раз это некоторое чудо, когда духовный мир является в мир материальный, но мир материальный от этого духовного мира лучше не становится, потому что духовный мир, он разный. И помимо духовного мира с Богом в единстве, куда более прост, куда более доступен, и куда больше навязывается нам и не ждет от нас никакого изменения себя, чтобы дать контакт, это мир бесовский. Так вот, действительно, магия, это действительно, нет, не бывает там белой магии, черной магии, там вот магии, которые бывают там бабушки, знахарки какие-то, белые целительницы, вот это все, конечно, обман сатанинский. Мы же говорим, «Отче нашит вайна сатлукау», потому что вот обман такой подлый, там иконы могут стоять, это все магия, это все готовность взять и с духовным миром вступить в контакт. Но контакт, который ты приносишь не себя, не свою душу Господу, а, увы, приносишь себя и свою душу силам тьмы, осознанно или неосознанно результат одинаково печальный. Ну, может, когда осознанно все-таки чуть более печальный, но тут уже вопрос котел 100 градусов или 101 градус, да, уже не так принципиально. Так вот, для этого у нас есть прекрасный пример из самого начала истории церкви. Это пример проповеди апостолов и встретившего их Симона Волхва. Откроем восьмую главу Деяний Святых Апостолов и прочтем, не будем читать всю эту историю, это прям несколько абзацев, вот с девятого стиха и по там 24 стих аж. Ну, выбранные стихи. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изымлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Се есть великая сила Божия». Вот этот волхв, то есть кто занимался магией, ну, волхвование, ну, по сути, это такой церковно-славянизм в русском языке. Волхв, маг, человек, который вот вроде как-то с духовным миром взаимодействует и влияет на физический мир сверхъестественно, его воспринимали, что в нем сила Божия. И тоже, ну, кто-то вот может из служителей вольных-невольных, лукавого говорить и самому быть обманутым, убежденным, что он силой Божией является. Однако приходят апостолы, как мы дальше читаем, и апостолы проповедуют, возлагают на новокрещенных людей руки, и на них сходит Дух Святой. И вот это таинство миропомазания, которое совершается после крещения миром, помазывается освященным от рук апостольских и даже до сего дня. И вот Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть ее, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. В чем вот ловка магии? Что тебе кажется, что ты смог духовный мир поставить себе на службу. Купив это, ну, например, там, неважно, какое символическое действие, там, крылышко летучей мыши, там, в костер бродив, или там палец, порезав куда-то кровью покапать, или прочтя какое-то там заклинание. В любом случае, ты думаешь, что ты взял и беса купил, а на самом деле ты бесу лез в долг неоплатный, потому что ему нужно не капелька крови, там, какой-то крылышко летучей мыши, а ему нужна твоя бессмертная душа. А Симон, конечно, пусть и в этом заблуждении, он ищет, ищет все-таки чего-то большего, лучшего, но подходит с магическим подходом к благодати Божьей. Он думает, что можно купить вот это чудо, вот эту благодать, но апостолы, что сказал ему апостол Петр? Петр сказал ему, серебро твое, да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Невозможно чудо купить. Величайшее чудо — это то, что Господь воскрес. Величайшее чудо, которое продолжается до сего дня, то, что мы можем приобщаться воскресшего Спасителя в принятии святых христовых тайн, не как там иногда атеисты шутят ой и мертвого Бога. Нет, мы вкушаем Бога воскресшего, живого. Вот это величайшее чудо. Чудо, которое ни за какие деньги не купить. Ну, точно так же, конечно, как и не купить за деньги. Ни крещение, ни венчание, что все, конечно, никакую благодать не купить ни за что. Но в том числе, даже если вы все-таки выбрали храм, где, слава тебе, Господи, нету никаких тарифов на таинства и требы, но вам кажется, ой, я вот такой православный, я прочитал канон, я там помолился, я правильно перекрестился, и вот мне теперь Бог обязан что-то сделать, это тоже ты получишь не чудо. Ты получишь вместо этого магию. Ты думаешь, что можешь с духовным миром сторговаться. Мы же можем только сказать, да, Господи, от них же, от этих грешников, от них же первые массы. Веруй, Господи, это исповедуй. Я не достоин ничего, мне нечего тебе предложить. Но яви свое чудо, посети свою милость у меня.